300, по-моему, дается. И не нравится. Сколько? Сколько? 300, ну, пожалуйста. Да, да. Подставной закупщик показывает сразу на камеру, купленные препараты выходят из аптеки, она находится на улице Конституции. Спустя некоторое время к ничего не подозревающему провизору обращаются сотрудники правоохранительных органов. Как называется? Лирика, 300. С рецептом продали? Без рецепта. Верните деньги. Да, да. Вы не продавали, да? Отлично. А как вы считаете, почему именно к вам тогда зашли? Понятия не имеете? А зашли проверяющие по той причине, что в прошлом году Минздрав включил ряд лекарственных средств в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Их реализация в аптеках допускается только по рецептам. Тот же препарат Лирика назначает пациентам, страдающим нейропатическими болями. Однако наркоманы нашли ему немедицинское применение. Есть информация, что его используют, чтобы пережить метадоновую ломку. Тем не менее, это лекарство без рецепта опускают во многих аптеках. К тому свидетельство оперативные съемки. Во время контрольной закупки видно, как другой покупатель прямо в аптеке судорожно вынимает из блистера капсулы, да и бутылка с водой уже на готове, а провизор спокойно отпускает еще одну пилюлю. Вот у нас сейчас молодой человек у вас приобрел препарат, который отпускается по рецепту врача. Так? Вы не отпускали ничего. Ничего не знаете, об этом не слышали. Правильно? Также без рецепта блистер Лирики был продан и в аптеке по улице Воровского. И снова провизор отрицает факт продажи. Но свидетели есть, есть и видео. И таких фактов за неделю проверок было обнаружено немало. Теперь руководителям этих частных аптек придется понести ответственность. В настоящее время из оборота изъяты лекарственные препараты. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мы хотим обратиться ко всем руководителям аптек, не шутить с законом, поскольку данная видительность является преступным. О фактах без рецептурной продажи сильнодействующих препаратов полицейские просят сообщать по телефону 02. Аптеки обязаны вести жесткий контроль за продажей лекарств с психоактивным действием только по рецепту врача. А родители и педагоги должны убедить детей, что все виды наркотиков, включая спайс, а также сигареты и алкоголь, могут привести к смерти. И даже одна проба может стоить здоровья и попадание на учет в наркодиспансер. А это уже проблемы в дальнейшей жизни, учебе и работе.